Здравствуйте уважаемые друзья. Похоже российские спортсмены, которые собираются на Олимпиаду в Париж, не совсем понимают того, с чем им придется там столкнуться. Они не понимают самого главного, что им никто не даст победить и завоевать золотую медаль. О какой победе идет речь, если каждый день для них выносятся новые дополнительные решения и препятствия. А ведь Олимпиада еще даже не началась. Об этом в нашем сегодняшнем обзоре. Ну а чтобы больше людей узнало об этом, и мы в свою очередь также смогли повлиять на ситуацию, ставь лайк, оставляй комментарий и подписывайся на канал. Очередная неприятная новость для поехавших пришла из соседней страны. Национальный Олимпийский комитет соседней страны призвал президента Международного Олимпийского комитета МОК Томаса Баха и главу Международной Федерации Дзюдо. Не допускать ряд российских спортсменов до участия в чемпионате Европы 2024 и Олимпийских играх 2024. В пресс-релизе Олимпийского комитета соседней страны отмечается, что официальное обращение к международным организациям подписали глава НОК Вадим Гудсайт, министр молодежи и спорта Матвей Бедный, а также президент Федерации Дзюдо Михаил Кошляк. В список спортсменов, которые по мнению НОК соседней страны, должны быть отстранены от Олимпийских игр, вошли главные претенденты на Олимпийские медали для сборной России. По мнению соседней страны, все вышеперечисленные спортсмены нарушили правила нейтральности. Ранее Олимпийский комитет соседней страны обращался в МОК с аналогичным запросом по борцам российской сборной. В результате чего на данный момент был отстранен от Олимпиады, самый сильный борец сборной России, двукратный олимпийский чемпион Абдул Рашид Садулаев, директор Олимпийской ассоциации Британии, сомневается в безопасности спортсменов и болельщиков на Олимпийских играх в Париже. Если такой высокопоставленный чиновник опасается за безопасность спортсменов, то стоит ли надеяться, что безопасность наших поехавших будет обеспечена на должном уровне? Ранее сам президент Франции Эммануэль Макрон говорил о том, что при необходимости они перенесут проведение игр в закрытое помещение, но не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. Похоже, что некоторые спортсмены начинают прозревать. Евгения Чекунова, действующая рекордсменка мира в плавании на дистанции 200 метров брасом заявила, что отказывается участвовать в Олимпиаде. К истории с нейтральным статусом я отношусь, конечно же, не очень. Особенно учитывая, какие критерии выставил для нас Олимпийский комитет. Я не могу на такое пойти. Я приняла для себя очень тяжелое решение, что я не поеду на Олимпиаду. И прямо сейчас я об этом не жалею. Считаю, что я поступила в любом случае правильно для себя. Сначала показалось, что нам идут навстречу, что вроде бы спортсменов допускают. Но когда выдвинули условия, конечно, так выступать не хочется. Плюс у нас еще есть отдельный от МОК и ТРИ Международной Федерации Плавания, и нам нужно подписывать дополнительную декларацию. И с ней я уж тем более не согласна. Игры Дружбы будут для меня главным стартом года, поэтому идет упор на подготовку именно к сентябрю. И я безумно жду Игры Дружбы, так как нам обещают сделать очень масштабные соревнования. Надеюсь, что так и будет, рассказала Чекунова. Легендарный советский хоккеист Вячеслав Фетисов. Он категорически против участия спортсменов из России в Олимпийских играх. Самое страшное, что у наших мальчишек и девчонок, которые мечтали встать вровень с великими спортсменами, отобрали это право. Олимпиада это мероприятие, которое собирает у экранов 4 миллиарда людей. Она придумана, чтобы останавливать войны, а также решать вопросы во время затяжных конфликтов. Олимпийская хартия говорит о том, что политики на играх быть не должно. Но человек, который прошел отбор, должен становиться частью этого праздника. Это традиции, которые заложены отнюдь Небахом и его приближенными, считаю, за то, что сейчас происходит с нами, мы должны предъявлять претензии морального и финансового характера, чтобы они знали, что с нами нельзя так поступать, заявил Фетисов. Согласны ли вы с мнением Вячеслава Фетисова и что думаете о тех, кто собирается поехать на Олимпийские игры, поделитесь вашими экспертными мнениями в комментариях. Продолжение следует...